И сегодня я подготовил проповедь, и я бы ее назвал «Община последнего времени» или же «Мессианская еврейская община последнего времени». И первое, что я хотел бы, чтобы вы прочитали, если можно высветить, это Матфея, 16 глава, 18 стих. Если у вас есть Библия, открывайте. Матфея, 16 глава, 18 стих. «Ты, Петр, и на этом камне я создам общину свою, и врата ада не одолеют ее». И, конечно же, сегодня я хотел бы затронуть эту тему. В этом стихе, как и во многих словах Иешуа, есть две монеты, сторона с двумя, точнее, две стороны на одной монете. И здесь, конечно же, Иешуа затронул нашу древнюю еврейскую традицию. В этом стихе есть традиция, которой мы пользовались давным-давно, до рождения Христа, и пользуемся сейчас. В этом стихе Иешуа показал, что мы можем менять свои имена. Это просто наша традиция, наша еврейская, древняя традиция. Нас называют родители нашими, наши именами, но когда мы вырастаем, вдруг, по откровению, мы можем поменять себе еврейское имя. У нас в Ютубе есть на сайте нашей общины, есть Дмитрий, хорошо говорил про еврейские имена, можете выбрать там имена. Но эта традиция действительно жила давно, и она живет сейчас. Второе, Иешуа нас учил, что он хочет конкретно от общины, от своей общины. Вы помните притчу про десяти девок, которые пришли на свадьбу, ждали жениха? Я думаю, все ее читали. Десять дев – это притча, которая действительно известна давным-давно, и здесь также Иешуа, во-первых, показал нам древнюю еврейскую традицию, он описал нам, есть и дев – это миньян. Знаете, что такое миньян, да? Это минимум десять человек. Это действительно отзывалось в сердцах евреев, когда Иешуа ходил по земле, он учил, и он учил нас, учил тех, которые были там, и сейчас мы, читая послания, мы также учимся, мы также учимся и просвещаемся. И вот Иешуа говорит, десять дев. И объяснял он это в двадцать четвертой, точнее, в двадцать пятой главе Матфея. Перед этим Иешуа к нему подошли ученики и говорят, скажи нам, что будет в последнее время. И он объяснял им, вот будет это, будет это, будет это. И в продолжение к этому он начал говорить, что в последнее время царство небесное будет похоже на десять дев, которые, взяв свои светильники, пошли навстречу к жениху, и все заснули, и потом проснулись. И он объяснял это. То есть Миньян это традиция, которая действительно была еще во времена, во времена Авраама. Когда, помните, Авраам торговался с Богом, он, ну, когда Бог захотел уничтожить Содом и Гаморру. И тогда Бог говорит, все, я решил уничтожить. И Авраам говорит, а можно, если там будет пятьдесят праведников, а двадцать, десять, и десять была последняя цифра. Говорит, вот десять праведников будет, я не уничтожу этот город. А девять? Девять мало. И эта традиция, она действительно была испокон веков в нашей еврейской традиции. Поэтому нам, мессианским верующим последнего времени, нам эта притча более понятна. Если нет, то я сейчас ее попытаюсь дальше объяснить. Также вы помните, когда Ноам, Ноим, когда Руфь, Ваос позвал старейшин из города, когда там были, ну, надо было решить одно дело, он позвал десять старейшин из города. То есть было сто старейшин, двести, мы не знаем, город был большой, было много старейшин, но он позвал минимум десять старейшин. Итак, слово миньян – это еврейская традиция. Буквально недавно Леон позвал, также собрал миньян, скажем так, десять человек, он нас вывез, мы имели молитву, мы имели обсуждение, и мы сделали большое дело, мы написали некоторые правила нашей общины, их тоже всего лишь десять, их немного. На самом деле правил гораздо больше, и которые не писаны правила, но эти правила мы написали. Например, ну, есть правила, которые не писаны, там, ну, не приходить, там, пьяным в общину. Мы их не пишем, но они понятны. А есть правила, которые Леон решил написать, это всего лишь десять правил, я думаю, Леон разошлет нам всем их. Итак, десять дев, давайте мы вернемся к десяти девам. Итак, десять дев глобально обозначают все общины земли последнего времени. То есть, вот представьте себе, Ишуа, он не начал говорить, что будет в последнее время 3025 общин в одном городе, 3025, он просто взял в общую картину и сказал, последнее время будет так. Представьте себе, десять дев, которые ждали Машиаха, то есть, десять дев, это обозначает глобально все-все общины нашей земли, все церкви, общины, которые ждут нашего Господа. И представьте теперь, что половина из всех, кто ждет нашего Господа, они не войдут на пир Господень. Вот просто прочитайте эту притчу еще раз. Из десяти дев, из всех, всех, всех верующих на земле половина не дождется. Из всех, 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 всех общин, которые будут на земле в последнее время, а сейчас именно оно, сейчас, именно вот сейчас наш год, он именно, ну мы входим в последнее время, это последнее время, его не было 100 лет назад, были какие-то события связанные, но последнее время не наступило 80 лет назад, последнее время не наступило 75 лет назад, оно наступило ровно 71 год назад, когда образовалась страна Израиль. Это было первое и самое единственное исполнившееся пророчество о том, что сейчас последнее время. И сейчас, как никогда, нам нужно взять свои светильники, посмотреть на них, сдуть с них с пыль и идти и смотреть, что Господь ожидает от нас, от общины последнего времени, потому что это мы с вами. И если вы представьте себе, есть два автобуса, и говорят, а этот автобус едет на тот мост, и он там упадет, а этот автобус едет на другой мост, он не упадет, куда бы вы пошли. Естественно, нормальные люди выбирают правильный путь. Но, как написано, человек, он смотрит на свой путь, и путь человека кажется прямым, но конец их иногда идет в погибель. Поэтому мы смотрим в Писание, как в светильник. Мы смотрим святые Писания, как в светильник, потому что иногда бывает темно, иногда бывает в нашей жизни так темно, что ты идешь, как в темной комнате незнакомой, ты спотыкаешься, падаешь, ты идешь, пытаешься пройти куда-то. И тогда, когда в твоей жизни темно, мы берем Слово Божье, мы берем светильник, как маленькую звездочку, горящую на небе, пока вдруг эта звезда, она не сделает тебе так, что ты станешь видеть все в доме, ты станешь видеть, тебе станет прекрасно. И это Слово Божье. Итак, 10 дев, я надеюсь, вы с нами, со мной. 10 дев, это глобально обозначает все общины земли, которые будут в последнее время. Ишуа дальше говорил. Помните, он пишет, он дальше буквально в следующих стихах, он говорит, двое на поле мелют пшеницу, один берется, один оставляется. Двое делают что-то в жернове, ну, что-то делают, один берется, один оставляется. То есть, казалось бы, в одном городе есть две одинаковых общины, которые ждут нашего Господа. Они поют одинаковые песни, они делают что-то одинаково, но вдруг один берется, а другой оставляется. Ну, не пора ли нам задуматься, что вообще происходит? И как нам попасть в тот автобус, который привезет нас туда, куда нам надо? И мы, как евреи мессианские, верующие в нашего Господа, мы верим, что мы идем правильным путем. И я задумался, я начал искать это в Писании. Я хочу с вами немножко поделиться, что говорит Писание. Слово Божье, оно живо и действенно, острее всякого меча, оно проникает в глубину, оно отделяет наши мысли от сердца. И, конечно, бы хотелось, чтобы мы мыслились сердцем. И как Леон сказал в этом местописании, что мы ждем Господа. И действительно, мы не должны любить деньги. Мы должны всегда помнить, во-первых, что мы странники на этой земле. И наша цель не прожить, скажем так, богато, не прожить, ну, на этой земле как-то что-то связанное с материальным. А наша цель помнить, что мы ждем нашего Господа. И Павел однажды, он плакал, и он говорил, я бы хотел, чтобы весь Израиль спасся, но спасется только остаток. Это во многом, знаете, вот в мудрости, чем больше мудрости, тем есть небольшая скорбь. И действительно обидно, когда ты понимаешь, что не все те, кто говорят, Господи, Господи, спасутся. Это, но это действительно печально. И что делать? Как бы нам хотелось, чтобы все спасли и достигли познания истины. Поэтому у нас еще есть время, у нас есть время поправить свои светильники. Хочу немножечко затронуть, чем мы, мессианские евреи, отличаемся от общепринятого христианства или, ну, примерно так, как. Конечно же, во-первых, многие сейчас называются мессианскими евреями. Многие хотят быть мессианскими евреями. И называется, но делают ли они что-то для того, чтобы быть действительно мессианскими евреями. Я хотел бы, чтобы вы открыли второе место писания. Это Матфея, 19 глава, 16 стих. Матфея, 19 глава, 16 стих. Там написано, и вот некто, подойдя, сказал ему, учитель благий, что сделать мне хорошего, доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Вот есть некоторые, скажем так, я не знаю, откуда оно взялось, учили нас так с детства. Мы не все тут выросли, мы не все тут родились. Поэтому мы меняем свое сознание. И когда-то мы думали, что слово заповедь – это что-то, ну, то, что нам не надо. Это то, что нам не надо. Но наша община, она идет путем, которым мы соблюдаем некоторые заповеди. А именно, 10 главных заповедей. То есть, опять же, 10 заповедей Господь нам дал всем евреям, которые также берут люди другие, пользуются ими, это их право, потому что свет воссиял всему человечеству, не только нам. Слава Богу. Но мы, евреи, мы должны понимать, что слово «шаббат» – это есть заповедь. Мы не работаем, ем шаббат. Это нормально для нас. Мы не едим свинину. Это тоже нормально для нас. То есть, мы святим день субботний. И однажды, когда Адам согрешил, и Бог сказал, что ты сделал? Адам говорит, вот это она мне сказала. Он, знаете, как и мы. И мы тоже в последний день можем сказать, так вот, смотрите, они там не соблюдали шаббат, а вот они там еще что-то делали. Но поздно будет, ребята. То есть, Леон, старейшины, мы настроены на то, они учат нас на самом деле правильно. И то, что приходит извне, и то, что мы, откуда мы выросли, говорят нам, ну, это так себе. Но если перевести слово «заповедь» на русский язык, ой, на еврейский язык, это будет «митсва». Правильно? «митсва». А если «митсва» дословно переведется на русский язык, то это будет приказ. Это не будет как, ну, хочешь исполни, хочешь – нет. В английском языке слово «заповедь» звучит как «командос». То есть, «митсва» или по-русски «заповедь» – это не, ну, хочешь – сделай, хочешь – нет, ну, подумай. Это приказ Всевышнего. Это приказ нашего главнокомандующего. И мы, как армия Божья, последнее время, мы должны встать, поправить свои светильники и исполнять заповеди Божьи. Писание учит нас, что все мы, приходящие в общину, мы есть тело Божье. И вот наша мессианская община, или же община последнего времени, мы, вот мы вместе, мы как одна машина. И кто-то, вот есть машина, да, представьте себе машина. Вот кто-то тормоз, кто-то газ, кто-то руль, кто-то потолок. Ну, вот по одиночке это, ну, ничего, но вместе мы машина. И вместе мы община. И у нас нету индивидуализма. То есть еврейская община, она всегда была коллективная. То есть нету такого «я», «я», «я один», «я лучше», или «я худший», или «я еще что-то». То есть нам мы, ну, я не знаю, как это выразить, но вот это слово «я», «я», вот знаете, вот есть такое некоторое учение. Я святой, я посажен там на небесах, я повелеваю силам тьмы, я там сын Божий, я, я. И это слово «я», оно вырывает нормальных верующих из контекста общей мессианской общины. Слово «я», то есть откуда оно взято? Вот вообще вот эти вот. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели Ефесянам 2 глава с 8 по 10 стихи. И вот нету слова «я». В нашем еврейском понимании слова «я» его нет. Есть слово «мы». Мы как община. Мы, Господь, пострадал за нас. Не за «я», «я». Да, это понятно, что есть личность. Но, в общем, Господь пострадал за нас, за тебя, за меня, за общину. И Господь призывает не кого-то одного, Он дает дары, поймите меня, Он дает индивидуальные способности. Но только в общине мы сильны. И только за общиной придет наш Господь. И когда вы слышали, когда Ишуа сказал Петру, на этом камне я создам церковь свою. То есть Ишуа, он не создал какого-то великого суперчеловека, что вот ты был Симон, а теперь ты Петр. Давай, лети и делай все один. И Петр полетел что-то делать. Нет. Нету суперчеловека, который один там делает что-то непонятное. Есть община, и община – это мы. Господь создал общину, и врата ада не одолеют общину. Мы всегда были вместе, потому что наши еврейские корни, они говорят, что мы как единое целое. Однажды, когда в далекие времена Господь давал повеление, сказал, идите, захватите какой-то город и уничтожите там все золото, там все спалить, там что-то сделать. И они пришли, все сделали, и кто-то один вдруг увидел брошечку, которая с классным бриллиантом. И он решил, нет, а эту я оставлю себе. Положил один, никто не видит. Он положил ее себе в карман. Вышли, и тут раз, Бог не дает успеха дальше. Два, Бог не дает успеха дальше. А почему? Задумались, а кто? И они там кидали жребий, то есть делали то, что им Бог давал понимать. И они находили того, и говорят, зачем ты это сделал? Он, ну вот это, это. То есть из-за каждого из нас мы можем стоять на месте. Но если мы поймем, что вместе мы община последнего времени, что вместе мы сила, тогда мы пойдем дальше. Если кто-то один вдруг решил, что община это, ну как бы, ну надо, не надо. Я вот дома в Ютубе сяду, посмотрю, а завтра я пойду туда в общину, а послезавтра я пойду туда в общину. То есть, друзья, община на земле дана для того, чтобы мы здесь развивались, чтобы мы здесь обрезали свои сердца, чтобы мы здесь изменялись и стали похожи на нашего Господа. Только в общине, дома на диване, в Ютубе ты никогда не сделаешь то, для чего Бог создал общину. Мы не один на один с дьяволом, не один на один с грехом. В общине мы вместе. То есть, общину не одолеют врата ада, только общину. Конечно же, община последнего времени это глубокая тема, но хотел бы я, чтобы вы поняли, что община, община это не только вау, как дела, хорошо, как у тебя дела, а у меня еще лучше, а я купил вторую машину, третью. Написано в 1 Петра 5 главе 9 стихе. Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Как узнать, что переживает твой брат, который сидит рядом, или сестра? Как узнать, если мы не будем общаться? И община это не только вау, как все классно, вау, вау, а у тебя у меня тоже класс. Мы терпим какие-то обрезания в сердце. Мы чего-то... Слово Божье, оно разделяет нашу душу и сердце. Это больно, это неприятно. Мы проходим трудности. И когда мы говорим, а как у тебя дела? Ты знаешь, а мне так вот было вчера тяжело, я думал об этом, об этом. А ты вау, я думал, я один такой. И как ты прошел? Я сделал это. Вау, и я так сделаю. Вот что такое община последнего времени. И если мы будем только, пришел вау, класс, все, аллилуйя, ушел. Община. В общине мы общаемся. В общине мы изменяемся. Мы не можем измениться дома, сидя на диване. Когда Ишуа рассказывал про десять дев, конечно, нашим еврейским умам это было тяжело понять. Ян, десять дев. Но дальше Ишуа говорит, а сейчас нет больше женского рода, мужского рода. Те, кто верит в Машияхе, тот человек. И хотелось бы, и тогда да, мы евреи. Вау, супер, теперь понятно. Десять дев, миньян, все ясно. Спасибо Господе, аллилуйя. Господь говорил евреям. Господь говорит сейчас нам. И приходят извне и говорят, зачем вы соблюдаете шаббат? Зачем Господь отменил? Покажите мне, где Господь отменил ее в шаббат? Господь сказал, если хочешь войти в Царство Небесное, исполни заповеди. Есть тысячи мест писаний. Исполни заповеди. И, конечно же, наша цель, цель Леона, цель общины понять, привести. И приходят извне и говорят, да, пастора, там один, там приходят слухи, там пастор один что-то сделал не то, другой что-то не то. Но у нас, у общины последнего времени не должно быть такого. Мы доверяем нашему пастору. Если он говорит так, это так. Мы можем рассуждать, мы можем думать. Здесь не говорится о беспрекословности. Так и так. Нет. Но то, что приходит извне и говорится, не верьте никому. Вот послушай того, того послушай, того поскидаются ссылками какими-то. Друзья мои, Писание говорит однозначно. На этом камне я создам свою общину, и врата ада не одолеют ее. И также говорит, что не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Но мы знаем, и хотелось бы, чтобы мы просто проснулись. Есть молитвенная группа у Иры или иной. Они верят, что община должна проснуться. Это не касается только нас. Последнее время наступило. Поправьте светильники свои. Пробудитесь, и осветит вас Христос. Друзья мои, это сложная тема. Но, поверьте, то, что мы сейчас здесь проходим в общине, это полностью соответствует Писанию. Есть много вещей, которые хотелось бы исправить. Есть много вещей, которые нужно еще внести. Но, в основном, в этом движении, которое мы... Кто-то осуждает, зачем ты кипы носишь? Это традиция. Мы верим, что мы не спасаемся традициями. Вынесли Тору, пронесли, дотронулись, поцеловались или же одели талит. Это традиция наших предков. Мы ей не спасаемся, но мы и не идем в ад из-за этого. Поменяли имена. Зачем вам это надо? Это наше нутро. Мы евреи, мессианские. Мы община последнего времени. Наше время встать на ноги твердо, укрепить колено и сказать, да, мы верим в Машияха, но мы не оставим заповеди Божьи, которые даны были давно-давно-давно и действуют сейчас. Потому что Господь и заповеди, это одно целое. Мы не можем отделиться, мы не можем разрезать себя. И даже если мы без кипы говорим или в кипе, это не должно смущать никого. Потому что мы евреи последнего времени. На этом я хотел бы закончить. Надеюсь, вы что-то получили от Господа сегодня. То, что я когда готовился, я прям был очень вдохновлен этим словом. Леон, спасибо тебе. Спасибо, Виктор, большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!